Ребята, в сегодняшнем видео хотел бы вам порекомендовать небезызвестный эмулятор Android на ПК под названием Bluestacks. Я думаю, что многие из вас о нем слышали. Так вот, в нем появилась очень удобная функция мультиоконности. Сейчас ведь проходит испытание, в котором можно играть 2 на 2 со своим другом. Ну а что если нет у вас напарника и вам не с кем играть, да? Но вы хотите сделать это самостоятельно. В этом случае на помощь приходит Bluestacks, который позволяет играть с двух аккаунтов одновременно. Да, это безумие, но возможно реально в соло лучше играть, нежели с каким-то рандомным напарником. Попробуйте, ссылочку я оставлю в описании, тащите и скачивайте. Дорогие друзья, это какое-то историческое событие. Я не знаю, что меня подтолкнуло на запись данного ролика. Хотя нет, почему? Прекрасно знаю, это вы. Вы, дорогие зрители, вы меня подтолкнули на запись этого ролика. Я совсем недавно снимал, где купить, продать аккаунт. И там был один из аккаунтов с Clash of Clans. Я когда на него вошел, у меня там не то чтобы слеза пошла, но реально ностальгия немножко задела. И я спросил, ребята, а может стоит продолжить снимать Clash of Clans? И очень огромное количество комментариев посыпалось. Холдик, вернись, вернись Clash of Clans, сними, пожалуйста, Clash of Clans. Были, конечно, такие, что и против. Это тестовый ролик. Ребята, не бомбите сразу, если вдруг вы, например, не играете в коки и никогда не играли и не хотите видеть видосы. Если вас как не интересует, вы можете сразу выключить видос. Это никак не повлияет на выход роликов по Clash of Clans. Я в этом выпуске хочу поговорить с вами. Ну и надеюсь, что после того, как выпущу этот ролик, все, что я сегодня спрошу, наговорю, вы в комментариях мне ответите. И получится вот такое вот на сообщение. И потом, возможно, в комментариях продолжим дискуссию. Я не знаю, как я назову этот ролик. Возможно, там 100 лет не заходил в Clash of Clans. Но это такое образное выражение. Сейчас я вам скажу, сколько я не играл в эту игру. Давайте соберем все ресурсы. На самом деле, я, ну, вот когда-то заходил в нее. Вот совсем-совсем недавно. Можно это посмотреть, в принципе, по ходу... Так, ну, на меня нападает постоянно. Вот, по ходу атаки. 56 дней назад. Вот, 66 дней назад. Ну, короче, грубо говоря, 2 месяца. На самом деле, это всего лишь реально вот это 3 катки там или сколько было. Буквально, не знаю, может обнова была какая-то, что мне захотелось зайти несколько раз. Всего лишь 3 атаки. До этого был огромнейший перерыв. Я не заходил, ну, больше года. Я захожу, смотрю. А вот этого... Вот этого письма просто нету. Не могу посмотреть. А когда была последняя атака? Когда на меня последний раз нападали? Моя, наверное, база где-то в заброшках потерялась. Ее не было видно на поиске. В общем, друзья. По поводу снимать Clash of Clans или не снимать. В любом случае, от игры я от этой уже давно отвык, остыл и... Естественно, она уже не такая популярная. Кстати, давайте сейчас проверим, сколько людей смотрят Clash of Clans. Поставь лайк и напиши в комментариях. Точнее, не смотрит, а играет. Играешь ли ты еще в Clash of Clans? Если да, какой у тебя таунхолл? Что тут нового? Распишите мне, пожалуйста, одним сообщением. Я знаю, что тут какие-то новые банки. Что-то тут новое. Что это такое? Какие испытания еще нафиг? Что с ними делать? Клан. Давайте я вас в свой клан, во-первых, запущу. Я покикаю здесь всех абсолютно, потому что это все уже люди не активные, не играют. Либо я не знаю, куда они... Ну, тут нету никого. Поэтому я всех покикаю. Заходите, кому интересно. Не знаю, буду я играть или нет. Но это будет первый такой ролик. Посмотрим, как этот видос зайдет. Посмотрим, как вы его... Как вы воспримите его. Как вы оцените его. Вот. Ну, и от этого будем отталкиваться. Мне предлагали, ребята, сделать рубрику. Такую, как в Clash of Clans. Как с Gigi, да? Создать новый аккаунт и развивать его. Но тут, я думаю, так не получится. Потому что тут намного дольше нужно все прокачивать. По поводу, что я буду снимать. Я понятия не имею, что я буду снимать. Раньше мы КВ играли. Я тактики расстановки придумывал. Сейчас это все неинтересно. Я не хочу это все делать. Но у меня была когда-то цель докачать 9-й таунхол до фула весь забор. Он просто настолько секси. Это не передать словами. Я очень, очень тащился от этого забора и от забора 11-го таунхола, который еще электрический был. Не все вспомнят. Не все, но такие люди, думаю, есть у меня на канале. Так вот, можно, в принципе, продолжить рубрику. В принципе, сейчас этот забор прокачивать не так сложно. Он теперь по миллиону. Раньше был по 2 или по 3 ляма, одна заборинка. Мне осталось тут тоже немного. Можно тут какие-то здания прокачивать еще. Также есть деревня строитель у меня. Но на нее пока я вообще не хочу заходить. Тут я отстал уже от много всего. Давайте проведем одну каточку в глобале. И заодно вот на фоне... На фоне атаки я еще продолжу с вами вот разговаривать. Я, конечно, веду монолог, но я знаю, что когда я выложу этот видос, вы будете писать какие-то комментарии. Вы будете, возможно, писать какое-то свое мнение, какие-то советы. Либо, наоборот, отрицание. Не хотите видеть КОК. Я, в принципе, приму и тех, и тех зрителей мнение. Просто хочу видеть большинство. Играете ли вы еще в КОК? Что тут можно интересного снимать? Что тут интересного можно играть? Что за испытания? Объясните мне. Я реально не смотрел ни видосы, ни новости не читал. И давно в нее не заходил. Просто давно, я не знаю. Вот я сейчас листаю. Не знаю даже противников, да? Я не знаю, какую базу мне сейчас атаковать. Как ее атаковать? Вот десятка какая-то. Вообще заброшена. Реально с самого... Того момента, когда появился Клэш-Рояль, парень перестал играть. Вы посмотрите, какой рашерский десятый ТХ. Здесь есть много... Ну, как много? Относительно много ресурсов. Инферны все у него сухие. Поэтому давайте на него и нападать. Ростановка такая, как и у меня. Я знаю, как ее атаковать с Хогами на Трикороны. Фуловую девятку. Раньше помнил. На КВ разносил вот такие базы. Честно, я сейчас, ну, естественно, намного хуже играю. И вообще на девятке я еще... Я как? Как все произошло вообще? Предыстория. Я хорошо играл на семерке и на восьмом Таунхоле. Я КВ катал, ну, спокойно, хорошо. Трех и делал. У меня было несколько аккаунтов. Я тупо на КВ играли мы в десять человек. И из этих десяти было три моих аккаунта. То есть я там реально... Там же, по-моему, один аккаунт две атаки может делать. Поэтому я почти всю КВ тащил сам. Вот. Развивался в клане сам. Мне тогда Ютуб не был популярный. Я не мог набрать людей в клан. Поэтому приходилось тащить самому. Вот. И потом я перешел на девятку. Я не успел научиться атаковать девятки, как вышел Клэш Рояль. И я полностью проникся этой игрой. Полностью отдался ей. И звучит, конечно, странно. Но реально я в Клэш оф Клэнс просто перестал заходить. Я перестал в него играть. Я тупо катал онли-рояль. Да и, в принципе, мой канал поднялся благодаря Клэш Роялю. Клэш оф Клэнс немногие вспомнят, когда я снимал. Потому что тогда я только начинал снимать Клэш оф Клэнс. Это начало моего канала. Вы можете сейчас... Они еще есть, эти ролики. Вы можете посмотреть эти видосы. У меня на канале очень старое видео. Где я снимаю Клэш оф Клэнс. Как там фармить дарк. Как фармить там золото. Ну, короче, я уже не помню там, о чем я снимал. Но видосы еще на канале есть. Кстати, мы не снесли его на три короны. Это, конечно, очень жаль. Но хотелось бы забрать вот эту часть. И перейти хотя бы... Ну, ресурсы собрать. В принципе, если по кругу пойдет королева. Или как ее? Королева лучниц. О, у меня еще Валькирия есть. Да нет, в принципе, думаю, что мы... Что, у нас осталось Тесла и две пушки. В принципе, я думаю, что мы должны забрать на три короны эту базу. Вот. Честно, непривычно мне немножко снимать Клэш оф Клэнс. Я... Ну, как сказать... Отвых, что ли. Ну, реально. Вот... Постоянно играть в рояль. Никогда... Ну, если бы я хотя бы периодически в нее играл. Я бы хотя бы освежил вот эти знания. Да и, в принципе, тут прошло куча обновлений. Я думаю, что уже все поменялось с тех пор, когда я играл в эту игру. Да, это трешка. Я еще даже не прожимал Королеву лучниц. Вот. Ну, это, блин, сырая база. Заброшенная. И... Рашерская. Поэтому... Я еле снес. Ужасный результат. Не знаю. В общем, друзья. Не знаю. Давайте еще раз сварим армию. Ну, вряд ли я уже пойду в поединок. Или в атаку. Как это правильно сейчас тут говорить. Я не буду сейчас в этом ролике ознакомливаться со всеми плюхами, которые... Вот еще какая-то ежедневная скидка. Какие-то новые изделия появились. Я не знаю, что тут да как. Что на девятом таунхоле нового. Может, что-то прокачать уже можно. Я не знаю. Правда. Я уже даже не помню, что у меня фул, что не фул. Потому что... Ну, не играть год целый. Да, я заходил там вот по логу поединка. О, принять приглашение в клан. Это что? Кто? В смысле? Какое принять приглашение? Я же в клане. А, клан у меня по приглашению? Это ко мне в клан просятся? Или что? Я его сделаю открытым, давайте. Так, ладно. С этим потом разберемся. Вот. И я не знаю, что у меня с армией тут фул прокачано, что не фул. Давайте посмотрим, где у меня тут лаборатория. Где же она стоит? Блин, раньше все знал. Так, погодите. Где-то была здесь лаборатория. А вот, нет. Это заклин... А, ну, по-моему, тут все можно переключать. Да, вот войска. Ну, блин. Тут у меня много чего не прокачано. Кстати, у меня был хок-фул. Его же... Что, получается, его можно еще поднять на один уровень? Когда я играл, был пятый хок-фул на девятом таунхолле. Сейчас, видимо, на шестой можно поднять. В общем, друзья, не знаю. У меня все равно ностальгия по этой игре. Я хоть и забросил ее давно, но я аккаунт не продавал. Я... Ну, это не является мусором для меня. Это такая частичка, такое... Не знаю, воспоминание такое небольшое. Да, может, ничего особенного, но с этого вот зарождался мой канал. Это эра. Это начиналась эра игр Supercell. И сейчас, что Clash of Clans, что рояль падает по рейтингу, по просмотрам. Но, тем не менее, я еще буду в них играть. И по-любому буду снимать только Supercell, пока игры на этом канале. Дальше посмотрим. Надеюсь, что Supercell возобновят хотя бы Clash Royale. Возможно, введут какую-то еще новую игру, либо Brawl Stars или сделают. Короче, не знаю, ребята. Надо делать разнообразие. Не только в рояль играть, я считаю. Но я не думаю, что я буду в эту игру так часто играть, как в рояль. И ролики так точно будут ежедневно. Потому что я пока не знаю, про что тут снимать. Это был такой фановый, тестовый, разговорный видос с вами. И кому вообще помнятся мои ролики первые, возможно, у вас тоже будет какая-то ностальгия. Пишите в комментариях любое мнение, абсолютно любое. Все-все, что вы думаете. Пишите, играете вы или нет. Хотите вы смотреть или нет. Что мне снимать и снимать дальше в Clash of Clans дальше. Вот. Заходите в клан. В общем, пишите. Я буду читать. После этого ролика я уже сделаю какие-то выводы. На этом буду прощаться. Спасибо за просмотр. Эх. После ролика еще поиграю немножко. До новых встреч. Приходите еще на мои стримы. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok